продолжим у нас остался с точки зрения антогенеза классического психологии последний этап с 15 до конца жизни какая же психическая функция формируется в это время представьте себе только любовь и я была удивлена если сначала мы знаем о том что формируется когда мы рождаемся то как мы доверяем или не доверяем миру потом формируется наша воля целеустремленность потом формируется наша сексуальная сфера потом формируется наши как бы доминирующие право или левое полушарие то есть восприятие этого мира потом мы формируем мышление и дальше любовь я долго потом думала в чем же это состоит почему это до последнего дня формируется потом проанализировав свою жизнь я поняла сначала когда мы рождаемся мы любим безусловно маму потому что она кормит нас ухаживает за нами затем мы узнаем папу если он есть мы его любим потом мы начинаем любить то пространство постепенно расширяя который вокруг нас родственники знакомые друзья наших родителей двор друзья во дворе мы начинаем любить уже и пространство виде квартире какие-то любимые игрушки какие-то любимые передачи любимая музыка и постепенно постепенно вот это понятие любви расширяется затем мы начинаем влюбляться в противоположный пол формируется наше представление об этой любви конфликтная или гармоничная затем мы начинаем понимать что такое город который мы живем мы его любим или деревня затем мы любим страну свою или не любим но также как мы доверяем не доверяем миру и мера любви наша она или закрывается или превращается мы сначала критикуем ненавидим маму папу потом мы критикуем ненавидим друзей потом мы критикуем ненавидим город потом мы критикуем ненавидим страну это две противоположности плюс-минус светлое темное что же нас побеждает и как я читала на царской учебник для офицеров царской армии там писали о том что на нашей планете рождаются души где 50 на 50 отрицательных положительных качеств мы рождаемся для того чтобы увеличить положительные качества чтобы родиться на более совершенной планете иначе все время будем повторять представляете это для царской армии для офицеров такие учебники были удивительные знания были которые полностью были уничтожены и так таким образом получается что мы или любим или ненавидим мы позитивны открыты или не доверяем и вот сейчас любовь она формируется формируется она нанизывает потом это начинается любовь какому-то делу любовь к планете забота о ней потом это расширяется до вселенной нашей потом вообще до космоса у кого-то расширяется у кого-то не расширяется так и остается в границах своей квартирки люблю себя ни на ком не женюсь ни за кого не выйду замуж минимально работаю зарабатываю деньги опять свою норку это вот максимальное погружение в анти любовь а вот любовь по-настоящему это вот когда до космоса до вселенной до всех людей как семья и вот таким образом у вас сейчас есть возможность понять где же вы находитесь в плюсе или в минусе болтаетесь посередине до какой степени расширилась ваше представление любви по антогенезу развития человека я психологии занялась и получила свое образование уже после 42 лет я уже довольно зрелый была человек и открытие в психологии вот этих тонкостей того что происходило со мной в процессе моей жизни до 45 лет было необыкновенно приятной встречи с собой потому что я встретилась с собой с удивительной монадой с удивительным существом которое поселилась в этом теле в моем которая очень удачно выбрала семью и очень удачно потом развивалась и моя любовь дошла как раз до всего человечества до космоса до понимания смысла глобального жизни и смерти человека абсолютное бесстрашие плане жизни и абсолютная благодарность каждому мгновению и я счастлива что так сложилась моя жизнь и сейчас я еще прожила почти еще столько же и все это состояние любви только множится чего желаю и вам проанализируйте свою жизнь к чему вы пришли в этой точке вашей жизни плюсу или к минусу